Гречневая кашка с чаем Также на открытие субботника был приглашен заместитель председателя правительства Московской области Елянишкин Герман Вячеславович, который вместе со всеми принял участие в уборке. Субботник считался всегда праздником. Он проходит в преддверии двух праздничных событий. С одной стороны, в преддверии православной Пасхи, которая будет 1 мая, но и в преддверии самого 1 мая. Я думаю, как раз сегодняшний праздник, сегодняшний субботник, он должен пройти с удвоенной энергией, чтобы все слои нашего общества, вне зависимости от вероисповедания, вне зависимости от политических предпочтений, сделали все, чтобы наши дворы, наши города стали красивее. Хорошего трудового настроения. Все организации ушли убирать свою территорию, жители по дворам, а команда во главе Сергеем Гребениченко и Германом Елянюшкиным, набравшие сил после небольшого перекуса, отправились приводить в порядок центральный парк. Разделив весь фронт работы, субботник стартовал. Одни усердно сгребали листву, а другие с кисточкой в руках красили деревья, будто одевая их в белоснежный чулок. Мне было по большому счету все равно, что делать сегодня, убирать листву или деревья белить. Ну вот досталось белить, что я с удовольствием делаю. Если в Пушкино людей угощала полевая кухня кашкой, то в городском поселении Лесной участников субботника ждал большой самовар с горячим чаем. В придачу еще были конфетки и сухарики. Приглашайте детей, своих и друзей побольше, приглашай. Всех с праздником, с началом доброго-доброго чистого дня. В общеобластном субботнике принял участие весь Пушкинский район. Частота места, в котором мы живем, в первую очередь зависит от каждого из нас. Поэтому уборка улиц и дворов неотъемлемая часть нашей жизни и нашего благополучия. Так что не стоит бросать мусор на землю, ведь мы же не такие. Евгения Коломец, телеканал Твой.